всех приветствую сегодняшний урок о создании водопада и так как вы видите я уже предварительно создал вот такой вот мини бассейн далее идет сам фонтан идут два спрайта и идет звуковое сопровождение вот первое что нам нужно это создать браш накинуть на него текстуру они анимирующий текстуры самой воды мы его можем найти в текстурах от half-life называется она вот так вот плюс один лазер один фейл вот и все его применяете и у вас браш окрашивается вот в такую текстуру далее вы его выбираете нажимаете control т накидываете на него функцию фанк иллюзионари имя ну я просто так написал для примера имя вода рендер мод ставим текстуру fx mount ставим 180 это я поставил уровень прозрачности мне в принципе такой устраивает и все из этого больше здесь ничего не нужно флаги тоже не ставим и она у вас будет уже вот сразу анимироваться вот так вот далее идет создание двух вот таких вот спрайтов их создать очень легко берем инструмент по созданию сущностей и здесь написано горячая клавиша shift-e вот мы его выбираем ставим допустим вот например сюда правой кнопкой левой кнопкой мы выбираем контекстное меню и нам нужно здесь выбрать env и в самый низ спрайт у нас создался вот такой вот кубик спрайта далее нажимаем правой кнопкой по нему здесь мы выбираем самый последний параметр и дитив или и дитив точно не знаю как произносится мой ломаный английский конечно вот ну суть вы поняли далее берем fx mount оставим тоже 180 далее frame rate 10.1 в принципе можно оставить такой скейл здесь ставим 1 и самое интересное это спрайтный здесь у нас указывается то место где оно должно располагаться нажимаем три точки у нас в папке half-life есть папка valve и спрайты то есть где все спрайты у них и находится нам нужно здесь как раз выбрать сейчас покажу вот этот параметр не параметра спрайт wc flash 3 или и сплаш вот выбираем его открыть вот видите брызги от воды вот и все флаги нам ставить не нужно далее мы его копируем и ставим рядом у нас получится вот таких два спрайта далее как создать сопровождение звука то же самое берем объект по созданию сущностей правой кнопкой выбираем второй параметр вот этот и у нас сразу показано что вот звуковой динамик далее правой кнопкой по нему свойства имя можете написать если хотите конечно вот здесь уровень громкости я ставлю не 10 а обычно 8 этого вполне достаточно далее wave name это у нас звук нажимаем три точки вот у нас папка sound звуки выбираем папочку вот эту вот переходим в самый низ почти что и выбираем вот этот третий параметр вот три звуковых сопровождения по воде вот они выбираем самый последний нажимаем открыть если не уверены в том что вы выбрали вы можете его воспроизвести это очень удобно что в этом редакторе можно воспроизвести звук вот далее идет самое последнее интересное это флаги во флагах первый play это говорит о том что он будет воспроизводиться по всей карте далее small radius то есть это маленький радиус дальше средний радиус распространение звука и большой звук большое распространение звука дальше старт это при когда карта стартует у вас запустится с самого начала она будет воспроизводиться вот а этот параметр отвечает за то что он будет воспроизводиться только один раз и все больше потом не будет в принципе все я уставляю средний уровень распространения в принципе все вот такой вот у нас фонтанчик оказался вот но фонтаны и водопады обычно строится очень редко так что на его существование в принципе я тоже уделил время показал что такое вот есть можно вот ну в принципе все давайте перейдем в игру посмотрим что у нас получилось и так как мы видим вот у нас фонтан идет анимация воды ну и в принципе здесь вот брызги которые мы с вами поставили спрайты и также звук присутствует постоянно проигрывается если бы мы поставили тот флаг последний то звук бы проиграл один раз и все и так отдаляемся от фонтана звук должен быть меньше становиться да звук становится меньше потому что радиус я поставил средний надо было поставить маленький радиус ну в принципе это не проблема даже под водой слышно звук фонтана или водопада без разницы в общем здесь все так легко и просто что ж на этом у меня все всем удачи нет но не Субтитры сделал DimaTorzok